На еженедельном планерном совещании руководителей социальных служб, как правило, обсуждаются самые насущные вопросы, касающиеся жизни города. Одна из таких тем была поднята еще на прошлом совещании и касалась новогодней городской елки, которая на протяжении многих лет устанавливалась возле входа в парк культуры и отдыха. В этом году ее не планировали ставить на прежнем месте, и наша телекомпания именно об этом сообщила в программе новостей. Но так называемый новостной портал «Ерш», который позиционирует себя как проект с точной и объективной информацией, исказил ее, что вызвало шквал негодования среди азовчан. На сегодняшнем планерном совещании начальник управления культуры и искусства Татьяна Бакуменко объяснила ситуацию и сообщила, что все-таки принято решение об установке зеленой красавицы на привычном для горожан месте. Как вы знаете, принято решение установки городской елки на прежнем месте. Сейчас рассматривается вопрос по поиску дополнительного финансирования на украшение живых елей напротив МКЦ. Тоже, Олег Викторович, мы это все обговорили, но сегодня более подробная будет информация. Но городская елка будет установлена на прежнем месте, без концертной программы, без только вот сама новогодняя ель. С музыкальным оформлением, вернее, с музыкальным сопровождением будет музыка играть. И, может быть, фото-зона будет оформлена, все-таки будет, как я и планировала. Азовский волонтер Михаил Лебедев вошел в число победителей конкурса на звание лучшего добровольца Ростовской области. Об этом и не только рассказала начальник отдела по делам молодежи Мария Силагава. 4 декабря он будет получать в знак губернатора лучший добровольец Ростовской области. 4 декабря будет проходить областной форум Доброфест, на который он будет приглашен для вручения награды. Также 25-26 ноября проходил областной слет специалистов государственной молодежной политики Ростовской области. На этом слете награждались все победители различных конкурсных мероприятий, которые проводил комитет. И в этом числе проводилось награждение по итогам работы специалистов молодежной политики 2019 года. И мы наконец получили свой долгожданный диплом за третье место на конкурсе лучший отдел молодежи Ростовской области. Картину по заболеваемости школьников обрисовала начальник управления образования Елена Мирошниченко, добавив при этом информацию об необходимых приобретениях в образовательные учреждения. По заболеваемости на сегодняшний день мониторинг по заболеваемости, следующие результаты по школьникам 7% заболевших, по педсоставу 4%, по дошкольным образовательным учреждениям 10,7%, 4% по сотрудникам. Все работаем в штатном режиме, на дистанционке никого нет. До 15 декабря мы ждем поставки мебели для школьных столовых и посудомоечную машину для 9-й школы. Это все идет областной бюджет. Главный врач Центральной городской больницы Вадим Бритковский сообщил о поступлении в город последней партии вакцины от гриппа. А противоковидной вакцины, запрашиваемой для медицинских работников, пока нет в наличии. Продолжается в общем снижение количества заболевших по ковид по сравнению с месячной давностью. То есть имеется тренд на снижение. По детям имеется увеличение, но не ковидных форм, а ойрвы, обычная сезонная. То есть до каникул было, все снижалось-снижалось, практически там единичные случаи были. Как только каникулы закончились, общение пошло и начался снова рост острых респираторных заболеваний. То есть тесное общение, оно сказывается. Также Вадим Бритковский рассказал о проблемах, которые продолжаются в ходе строительства палеотивного отделения. Мы им говорим об усилении количества работающих. Четыре человека, которые работают, недостаточно. То есть я в четверг беседовал с руководителем, объяснял, что если до 15 декабря они нам не сдадут, то они не получат денежные средства, потому что будет закрыт финансовый год. То есть я еще раз предупредил о серьезности ситуации, но в очередной раз пообещал, что да, все сделаем. Помимо этого Вадим Бритковский сообщил о нехватке бесплатных лекарств для ковид-больных. На сегодняшний день, по его словам, спрос превышает поставки из области. В завершение глава администрации Владимир Ощупкин обратился к руководителям социальных служб с просьбой украсить к новогодним праздникам фасады и здания своих организаций. Я вас единственное прошу все-таки сделать все это неформально, опять же, сделать это качественно, хорошо, создать максимально возможное новогоднее настроение у жителей города с учетом тех обстоятельств, которые сегодня существуют. Но наша задача в любом случае, жизнь продолжается, проблемы существуют, но мы должны с вами пытаться все-таки внести какие-то приятные моменты в нашу окружающую действительность. Поэтому ваша задача по новогоднему оформлению нашего города. Екатерина Чесверикова, Алексей Покатило, Азов.Инфо.